Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и сегодня я хочу вам показать флеш-макияж. Это макияж, который делается буквально за 2 минуты. Когда это актуально? Когда мы сидим дома и, в общем-то, никуда не собираемся, но при этом даже дома можно выглядеть очень свежо и красиво, и чтобы наши близкие, мужья, дети видели в нас всё ту же красавицу, которая выходит в полном наряде на работу или ещё куда-то. Но почему нужно быть красавицей только, если мы выходим из дома? А дома как? Вот, и сейчас я хочу вам показать, как это делается. Я не накрашена, или я накрашена, или я не накрашена. Я накрашена на самом деле, у меня уже сделан макияж. Это макияж, как я уже сказала, в течение 2 минут. И сейчас я покажу, как это делается. Это идеальный фон для любых декоративных элементов, и также можно просто вот с таким чистеньким личиком, типа умытым, находиться дома. По-моему, это прекрасно. Сейчас я быстренько смою вам одну половинку, для того, чтобы вы посмотрели разницу, и покажу, как сделать флеш-макияж, и потом его ещё трансформировать в более нарядный. Если на лице есть какие-то воспалительные элементы, давайте быстренько нарисую, как будто бы вот у меня немножко красный носик, тут розовинка какая-то, здесь розовинка, а ещё, может быть, под глазами немножко есть тень. Чуть-чуть добавим тень, или там носогубные складочки, и вот вы находитесь дома. Вроде бы, ну что здесь такого, зачем дома краситься? А зачем своему мужу, или своему партнёру, или детям демонстрировать то, что у нас есть не очень симпатичное на лице? Это можно просто моментально скрыть. Я сделала очищение кожи, нанесла крем для лица, то есть вы утром умылись, затем не надо наносить тональный крем, можно просто воспользоваться корректором для глаз. Вы берёте корректор, выдавливаете, я сказала, что это делается буквально 2 минуты, и начинайте просто корректором как тональным кремом быстренько высветлять как раз и чуть-чуть, прямо вот такими быстрыми хаотичными движениями убирать вот эту розовинку тени немножко под глазами, и у вас уже становится более опрятный, ухоженный вид. Не обязательно тонировать лицо тональным средством, можно это сделать по-быстренькому и корректором. Всё, уже получается, посмотрите, как хорошо и свежо. Затем, для того, чтобы придать такой красивый, симпатичный цвет кожи для поцелуев, то используем загарную пудру. Это у меня пудра, такая моя уже рабочая. Набираю большую кисточку и быстренько, красивый, тёплый цвет кожи для того, чтобы меня хотели расцеловать. При этом на коже практически ничего нету. Это будет настолько натурально и естественно. Затем я хочу сделать чуть-чуть свеженький такой, как будто я только что ещё с утра прогулялась. Я беру розовые румяна и на яблочке немножко на носик. Так, посмотрите, какой уже хороший вид. Сколько прошло времени, я понимаю, что я делала половинку лица, но всё же, вот, уже хорошо. Ещё я очень люблю эти румяна, неважно какие, какие у вас есть, которые вы используете, наносить на глаза. У меня получается ещё и лёгкий макияж глаз. Затем, чтобы кожа не выглядела накрашенной, и вообще, в принципе, я очень люблю сияние, я беру ещё хайлайтер и наношу немножечко под пик брови. Если надо, вы можете подкрасить брови. Вот здесь для флеш-макияжа вы выбираете те акценты, которые для вас очень важны. То есть вы хотите дома выглядеть свежо, естественно, но при этом не перекрашенной. Вот для кого что важно? Для меня очень важны ресницы. Я их обожаю красть, и они у меня накрашены практически всегда. Если вы спокойно к этому относитесь, и для вас важны брови, значит делаем брови. Немножко буквально подкрасили брови. Это можно сделать гелем для бровей. Сейчас я сразу покажу, как это делается. Гель для бровей и чуть-чуть расчесали. Вот они у вас стали уже немножко поярче, а может быть даже и погуще. Это несложно. Самое главное, еле дотрагиваться до волосков. Тогда будет натуральный эффект. И реснички. Тоже можно без фанатизма. Обязательно прокрасьте так, чтобы были они хотя бы заметны, если они светлые. Или, если надо, можно, да и нужно их немножко подкрутить. Когда реснички подкручены, они могут скорректировать сразу и века. Если оно, например, как у меня, немного нависшее, то таким вот образом я себя чувствую уже дома звездой. Посмотрите, как здорово. Второй глаз. Так, время засекаем. Прошло, ага, 4 минуты, но это с разговором. Хорошо, не 2 минуты, 4 минуты. Все равно же можно себе уделить. Это же полчаса. Это флеш-макияж. Быстренький. Между прочим, для каких-то девушек это уже и нарядный вечерний макияж. Для меня это абсолютно натуральный. Поэтому, когда я нахожусь за городом, я все равно крашусь. Когда я нахожусь дома, и если я не одна, то, конечно же, я все равно должна выглядеть прекрасно. Причем не для кого-то, а в первую очередь для себя любимой. И немного блеска на губы. Вот это окончательный штрих. Все. Кожа не выглядит перегруженной. Она очень приятная на ощупь. Как будто ничего нету. При этом очень свеженькая, натуральненькая. Флеш-макияж. А если у вас появилось какое-то дело, и вам нужно срочно выбежать на улицу, погулять собакой, сходить в магазин, то можно еще немножко добавить яркости. Это тени коричневые. Набираем кисточкой. Обязательно кисточка должна быть пышная, как вербочка. Это важно. И вы вот этой вот вербочкой чуть-чуть, именно в такой технике растушевки, нанесли немного тени, и у вас глазки открылись и стали более выразительны. Обязательно нужно сделать мягкость линии. Тогда будет ощущение, как будто бы ничего нет. Потом можно усилить еще с помощью помады. У меня уже есть блеск. Я наношу немножко помаду на губы. И, пожалуйста, у меня уже более нарядная палитра. Плюс еще для большей свежести я добавляю румяна. Я их очень люблю. Немножко на шею, чтобы был плавный переход. Ну вот, опять очень все натуральненько, но уже поярче. Еще раз, чуть-чуть губы. Такой макияж в домашних условиях выглядит очень естественно. В чем суть? В том, что мы можем радовать окружение своей красотой каждый день. Более того, каждый раз, когда вы будете проходить мимо зеркала, вы будете довольны своим отражением. Потому что, если на лице есть какие-то нюансы, когда вы мимо зеркала проходите, очередной раз пугаетесь и считаете, боже мой, как это некрасиво, портится настроение. Потом, ну скажите, пожалуйста, зачем нашим дорогим мужчинам знать, что у вас сегодня появился прыщ? Если он это не увидит и не узнает, наверное, нам от этого только будет проще, потому что, когда у нас лицо выглядит более совершенно, мы себя чувствуем уверенно. Поэтому не забываем, что мы не домохозяйки, а мы хозяйки дома. А хозяйка дома, она всегда выглядит роскошно. Поэтому выбрасываем старую одежду, покупаем платье для дома или любую другую удобную и красивую и дефилируем из одной комнаты в другую или по комнате, если она у вас небольшая, но с достоинством, уверенная и самое главное, очень красивая. И не важно, сколько вам лет. И вот так вот на 5 минут зашли в ванну, вы ходите такая красивая, а вам ваш молодой человек говорит, «Боже мой, вот ты у меня не накрашенная, такая красивая». Вы говорите, конечно, я такая всегда. Никто не узнает наш секрет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...